Вы смотрите новости Риги. Начну с важных сообщений, с важных событий. Диана Петрова стала снова супер-героем. Она победила супер-злодея, который угрожал всей Латвии. Она снова молодец. Её ещё раз наградили супер-медалей. Ей в помощь помогал супер-мальчик и Микки Маус. Это были важные новости не только всей Риги, но и всей Латвии. А теперь перейдём к новостям Риги. Вы снова смотрите новости Риги. Я так захотел это видео назвать. Ну и в общем то, что происходит в Латвии. У меня в руках газета «Латвия с Агиза». Ну я на выходных её покупал и решил вот этот понедельник начать именно серьёзно. Ну и хотел у вас спросить, как вы всё-таки провели эти выходные? Всё-таки понедельник начался, день тяжёлый. Это какое же это число? Если вчера было 24 сентября, значит сегодня 25 сентября. Это понедельник у меня показывает 19.00, значит это видео выйдет через 2 часа. Значит вы это видео будете смотреть, наверное, 8 часов. Ну что ж, про газету вам сказал. Я просто вам зачитаю, в общем, что происходит в Латвии. Вот, и начнём с того, что у меня в руках, опять же, газета «Латвия с Агиза». А, забыл вам про цветы сказать. Вот, цветы ещё в хорошей форме. Я считаю, что это идеальное видео на моём канале, как начать понедельник. А нужно его начать серьёзно, ну и немного с какой-нибудь шутки. Вот, ну что ж, начну вам по-быстрому. Зачетаю на латышском языке, что-нибудь буду говорить на русском. И, конечно, без политики не обойтись. Но на моём канале уже было видео, где я затрагивал политику. Но один человек мне сказал, лучше я бы не затрагивал политику. Вот, я знаю, что всё-таки мы живём в Латвии. То есть, я живу в Латвии, это бедный народ, всё-таки безработица, зарплаты маленькие, экономика подорвана. Надо что-то сделать, надо что-то делать. Поэтому вместе будем держаться вместе и как-то поднимем экономику. Ну, о чём я же говорю? Я же новость Риги хочу зачитать. Если говорить про Ригу, то я был на выходных, и что там происходило? Ну, там, как им в долгу пился, строили эти дорожки, в общем, заново там порыли, порыли. И вот эти бетонные кирпичики, их, в общем, укладывали строители. И был в самом центре Риги, там латыши кричали. И там, короче, проходил воркаут. Ну, там молодые пацаны, они занимались воркаутом. Вот что происходило в Риге в последнее время. Ну, а так, знаете, я особо новости не смотрю. Ну, в общем, я телевизор не смотрю просто ради разнообразия, я шёл. Вот новости Риги. Вообще, что происходит во всей Латвии и в Риге? Ну, тут написано. Это тут написано, ну, в этой газете, Латвия, Авида. Вот. Здесь, наверное, плохо видно отсюда. Или здесь написано так, на первой странице. Давайте дальше. Ну, я по-быстрому сочетаю, так как это понедельник. Хочу вас загружать. Большую информацию. Например, на третьей странице написано Комментарии и ведок. Это значит комментарии и мнения. Фэлэйтонс, он вис, ракста президентом. Этис, лититис. Беттат узрады свайстула, драгула, курус веяно и снимас на гриб пар весту, драгуум, ум саракс тишина. Артадем, недорогоду, автем, а матвирем. Хочу вам сообщить. Недавно, ну, как недавно, это было где-то, может, две недели назад или неделю назад. Ну, я получил такую информацию, где в Риге, мне кажется, в Риге, один мужик так разозлился на одну латвийскую команду, которая вроде проиграла в баскетболе. И он говорит, как они могли проиграть? Ну, то есть, не взять третье место или второе место. Просто, наверное, напишите в комментариях, кто помнит, что это было за игра. Ну, я просто так вам говорю. То есть, это реально была такая тема, такая новость, что показали это по телевизору даже, что мужик, ну, расстроился, почему он живет в Латвии, почему латвийская команда так часто проигрывает. Но я как бы особо не слежу, кто там играет в баскетбол, хоккей. Я знаю тем. Я знаю, что про хоккей в этом году говорили, ну, про всю Латвию, про хоккей, но я особо не следил. В общем, пиарили на какую-то тему и думаю, ну, конечно, в стране, в которой ты живешь, хочется гордиться за каких-то личностей и за своих спортсменов, чтобы не стыдно было другим, ну, там, своим детям рассказывать, а то живешь и тебе просто стыдно. Ладно, давайте дальше. Зачитаю вам по-быстрому. Тут много что написано. Ну, вот интервью. Капец Латвии Эльдзивс ПСР ГАРС. Ну, типа, тут заглавными буквами написано, почему в Латвии еще жив дух Советского Союза. Об этом говорит Артем Тройский. Что-то мне знакомо, кстати, личность. А может, это этот критик, он, кстати, на одного критика похож. Вот, посмотрите. Видите? Вот то, что написано в этой газете. Еще написано, например, в загранице. Хотя газета Латвийска, но про заграницу тоже написано. Вот, например, написано Небольшое отступление. Знаете, что я не могу обещать в этих новостях? Ну, как-то у меня смотрят постоянно. То, что безработица она есть. И, например, там, где я работаю, ну, то есть не здесь, в студии, а где я работаю, все-таки зарплату задерживают. И это очень плохо, потому что там, где вы можете работать, ну, я имею в виду про Латвию, да, про разные города Латвии, то вам тоже могут задержать зарплату и скажут, что у завода долги. Потому что, как бы, некоторые темы я не хотел бы здесь затрагивать. Опять же, это все связано там с экономикой, с политикой. Ладно, давайте дальше еще. Двучитая по-быстрому. Туризм. Туризм. Я не знаю, занимайтесь вы туризмом. Тут написано так. Это двенадцатая страница. Уден. Уденс туристы. Лайвас. Уденес. Пали. Гайда. Вот, если кому интересно, вы можете свою жизнь разломразить тем, что можете покататься на лодках, если вы не боитесь утонуть. Вот тут есть такая статья. Вот. Ну, и давайте еще чем-нибудь зачитаем по-быстрому. Культура и складе. Нет, это неинтересно. Хотя... Лицо, кстати, знакомое. Напишите, как вы думаете, кто это за личность. Я вам дам вам подсказку. Его показывали часто по ЛНТ. Но я не смотрю. Латрис не открыл и телевизор. Ну, и почитаю вам 16-ю страницу. Гороскоп. Итак, я свой гороскоп зачитаю. Скорпион. Ну, в общем, это был мой гороскоп. На какой же это был месяц? А, ну, впрочем, это был на этот месяц до 1-го октября. Это мой гороскоп. И погода. Какое время? Так, Шодон. Ну, тут показано, что... Небо, солнышко, потом небо. Небо, луна, солнышко, солнышко. Ну, вроде дождей не намечается в ближайшее время. В общем, это были вот такие новости. Теренья.